Ух ты! Окей. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. О май гад! Привет, меня зовут Бози. Сегодня вместе с вами посмотрим на радужных друзей из ТикТока, а именно анимации по Rainbow Friends. Ребята, я все еще нахожусь в ожидании второй главы. Я думал, что она выйдет намного раньше, хотя уже прошло около двух месяцев с момента выхода первой главы. Когда вы выпустите вторую часть, это обращение к вам, разработчики. Я и мои подписчики требуем вторую часть. И перед началом этого видосика обязательно поставь свой лайкос под этим роликом. А также подпишись на канал, если ты еще не подписан. Первая анимация собралась 17,7 миллионов просмотров. Оооо, ооо, нет! Он передавил Нубасика. О, это очень мило. Они показывают сердечки. Чувак съел перец халапенья, оранж. Что делает Грин у нас? Не успел съесть Нубасика. Пюрпл. Давай, саранча, вылазь. Я так именно себе и представлял Пюрпла. Еще когда я в первый раз поиграл в Рейнбоу Фрэнс, я понял, что это такой лысый голум. Так, а что сделает Рэд? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пу! Сердечко с тучкой. Это очень мило. Что ж, анимация вполне заслуженно собрала 17 миллионов просмотров. Да нет, нет, опять зависла. Ну и что ты опять придумал? Я тут ни на что намекать не буду. Ну вот если бы ты играл с мощнейшим смартфоном Infinix Hot 12 Pro NFC, то таких проблем у тебя бы не было. Что еще за Infinix? Infinix это крутейший международный технологический бренд, который входит в Колдинг Рэншен. Один из крутейших производителей смартфонов в мире. Infinix была основана в 2013 году. Быстро заняла топовые позиции в странах Африки и Азии и недавно пришла в Россию. Став самой быстрорастущей компанией на рынке смартфонов. Ну а их новенький смартфон Infinix Hot 12 Pro NFC это идеальное сочетание мощности и доступности для геймеров. Смартфон с такими характеристиками это самый настоящий портал в мир развлечений. Здесь вам и большой экран 6,6 дюймов с частотой обновления в 90 Гц для комфортного гейминга. И батарея аж на 5000 мА с быстрой зарядкой в 18 Вт, чтобы всегда быть на связи. А технология Ultra Power Mode позволяет устройству поработать дополнительные 2,5 часа, когда остается 5% заряда. Что касается звука, смартфон поддерживает Darlink Engine. С ее помощью можно получить ультимативный игровой опыт и улучшить ориентирование игрока за счет интеллектуальной аудиообработки. Алгоритм позволяет улучшить ориентирование игрока за счет более качественного позиционирования звука. Ну и за память можешь не беспокоиться. В телефоне есть 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 13. А этого тебе хватит для любых игр и задач. И не забывай об одном из самых производительных процессоров. Tiger T616. Работающий на Android 12. Который точно потянет любые новинки. Ну а в перерывах между играми и делами ты можешь делать снимки невероятного качества. Ведь в камеру Infinix встроен модуль ИИ. А сама камера обладает 50 мегапикселями. Что делает ее идеальным решением для повседневных фото и видео. Также на сладенькое. В телефон встроен датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Так что твой смартфон всегда будет в безопасности. Так чего же ты ждешь? Infinix доступен в четырех цветах и продается по цене всего от 14 990 рублей. Заказывай его прямо сейчас и залетай в мир развлечений. Ух ты! Я срочно должен его купить. Что это такое? Так. Судя по всему, кто-то решил нарисовать всех радужных друзей. Это... Это у нас грин? Я правильно угадал? Надеюсь, что это грин. Да, это грин. У кого могут быть еще длинные руки? Ну что ж. Человек рисует действительно неплохо. Скажу вам честно. Даже я бы, наверное, не смог нарисовать такого человечка. Неплохо. Явно неплохо. Хотя я думаю, что многие мои подписчики рисуют в сотни раз лучше. Ребят, если вы умеете круто рисовать, напишите об этом в комменты. Что это? Это какие-то пасхалки? Что здесь обведено в красный кружок? А это кто был, кстати? Это чувак из канализации, да? Но нет, это точно не фиолетовый. Потому что, судя по его зубам, это скорее какая-то дробилка. Знаете, есть такие шредеры для бумаги, куда ты закидываешь бумажку и она кромсается. Вот мне кажется, это шредер. Ладно, я так и не понял, для чего там все обвели красными кружочками. Возможно, мы должны с вами понять что-то из этого ролика. О, смотрите. У синего идет слюна. Надо же, это отсылка на Рика и Морти. А Грин у нас похож на огурец. Это огуречек Рик. Точно. Это со смыслом. Еще одна анимация, которая идет целых три минуты. Это история у нас про радужных друзей. Собственно, они весело проводили время. Это был парк, а это был владелец этого парка. Куда приезжали люди, чтобы отдохнуть. Смотрите, там жизнь цветет красками. Но позже, со временем, гостей становилось все меньше и меньше. И у босса появилась куча долгов. Что ты придумал? Создать супер монстров. Вы видели его злобную улыбку? Так, он достал чертежи и такой. Сейчас создам монстров. Сейчас все просто офигеют. Эти монстры будут уничтожать посетителей. Каким образом он пытался погасить долги, я не знаю. Так, он сменил табличку и типа, едьте теперь туда. А, понятно. Это все директор. Директор табличку перевернул. И люди не доехали до парка аттракционов. Они поехали куда-то в другое место. Чувак такой, а где я еду? Что это? Почему здесь такой дождь? Прямо как в страшных фильмах. Так, окей. Картонка его вырубила. Он проснулся где-то в непонятном месте. Добро пожаловать сейчас. Я сделаю из тебя блюнтку. Нет, пожалуйста, не надо. Что ж, на него надели эту маску. Пустили электричество. И теперь этот костюм как Венум вживился в него. Тут у нас бумажка с Rainbow Friends. Идет какой-то чувак с палочкой. Что-то он нащупал. Ага, этот директор решил его привезти тоже в лабораторию. И из слепого чувака сделать тоже монстр. Блин, это просто ужасный директор. А из толстячка сделать оранжа. А из фиолетового. Фиолетовый это у нас грабитель, между прочим. За ним гнался профессор. Тот запрыгнул в канализацию. И там тоже была еще одна лаборатория. Вы представьте себе, да? Повсюду лаборатория. Все эти чуваки трансформируются. И превращаются в радужных друзей. Супер переоткрытие. Эээ, добро пожаловать. Чувак попал в Форбс. Форбс это почти как Форбс. Выстрелилась целая толпа. Но, наверное, там что-то пойдет не так. Смотрите, чуваки танцуют. Но на самом деле, до этого они были людьми. Которых просто взяли, поймали и поставили над ними опыты. Это просто ужасно. И эти люди даже ничего не подозревают, которые находятся в этом парке. Они танцуют. Этот чувак смотрит. Вау, как много у меня продаж. Да я супер богач. Ох ты, блин, а. На все способен ради денег. Они такие пришли и говорят. Чувак, может быть, ты нас освободишь? А, сейчас мы из тебя тоже сделаем монстры. Он бежит такой. Нет, нет, отстаньте от меня. Куда мне забежать? В какую дверь? Так, забегу в синюю дверь. Но там его поджидали другие радужные друзья. Опа, фиолетовый его хватает и уносит. И сейчас этот чувак тоже превратится в Реда. В профессора Реда. Так, эти чуваки ходят по лабиринтам. Такие, куда пропал директор. Их преследуют все эти монстры. Они пытаются спастись. И тут они обнаруживают лабораторию. В которой куча различных чертежей. И кто-то поменял табличку. Хопа, директор стал рядом. Очень интересная теория. Хотя, мне кажется, что этот Ред это просто какой-нибудь ученый. Который ставил какие-то эксперименты. И что-то пошло не так. И поэтому он тоже стал радужным другом. А директор у этого всего какой-нибудь другой чувак. Потому что мы еще с вами не играли во вторую главу. И не знаем, что будет дальше. Возможно, дальше раскроется еще больше тайн этого радужного мира друзей. Что это за обсратая анимация? Хагиваги! Он вырубил Хагиваги Блю. Так. Грин вырубил Соника. Оранж догоняет кого? Кто это? Что это за телепузик был? Окей! У меня столько вопросов и так мало ответов. Но я все же спрошу у вас. В чем прикол этих радужных игрушек Хагиваги? Они же реально криповые. Кто их покупает? Я не понимаю. Ладно, радужные друзья. Да, они как бы хотя бы выглядят забавно. Но почему Хагиваги кто-то покупает? Их ведь постоянно на всяких рынках и во всяких магазинах выставляют на продажу. Они же выглядят страшно. С такой игрушкой лучше не засыпать. Это боксик. Туда запрыгивает Блю. Теперь Грин. О, это маленькие монстрики радужные друзья. Это очень мило. А сюда кто запрыгнул? Ух ты, блин. Это, наверное, было больно. О, что это? Кто-то взял у него еду. Я съем тебя. Хватит брать мои чипсы. Окей. Это так мило, чуваки. Что это? Хуманизированные радужные друзья? Чувак просто нажимает так кнопочки и... Хопа, раздавил Грина. За что? Он же твой друг. Так, это что такое вообще? Опа, кого-то схватили. О боже. У них роман. Ладно, вы этого всего не видели. Я вам это не собираюсь показывать. Это тайна. Это отсылка к следующей части. На самом деле, Пюрпл просто хотел с вами подружиться. Ему просто очень одиноко в этой канализации. Он хочет, чтобы вы тоже вместе с ним сидели в этой вонючей канализации. Но вы не поддавайтесь. На эти уловки это полный отстой сидеть в вонючей канализации. Ух ты! Мне эта сцена почему-то напомнила кадр из Мстителей. Когда Халк взял Локи и начал его мутузить. Ух ты! Это типа все скримеры. У кого самый страшный скример? У оранжа я не видел скримера. А, и у Пюрпл я не видел скример. Точно. Я же прошел ту игру почти без единого поражения. Типичные радужные друзья в Роблоксе. Типс para Rainbow Friends. Это что-то на испанском? Если бы я понимал испанский, то возможно бы я оценил этот ролик. Потому что у этого видоса 4 миллиона и 800 тысяч просмотров. О, еще какая-то мини-ка анимация с паучком. Блю просто наблюдает за паучком. Вау! Он снес ему корону. Теперь паук станет его короной. Просто он возьмет его, перевернет и прицепит его себе на голову. Так, ему дали синее зелье. И куда он исчез? Это время для... О, он превратился в маленького Блю. Я хочу анбоксинг радужных друзей. Кому нужен пакет пюрплов? Зачем? Типа, возможно, на продажу? Ведь реально кто-то покупает. Ладно. Вы меня забайтили. Я тоже хочу себе купить игрушки радужных друзей. Пюрпл? А, что? Что с его руками? Нифига себе! Он выбрался из канализации? Чувак обосрался и вылетел за пределы текстур. Такое вообще бывает? Ух ты! Возможно, это какая-то новая мемная игра по Rainbow Friends в Роблоксе. Ого! Покадровая анимация! Прикольно! Если бы они поставили себе эту заставку в начале игры. Потому что это выглядит очень круто. Два миллиона просмотров! Да это, пожалуй, лучшая анимация за сегодня! Вы представляете, насколько было сложно создавать эту анимацию? Ведь это прям полноценные рисунки! Если вы умеете круто рисовать, вы можете создавать подобные анимации и собирать миллионы просмотров! Как бы выглядел зеленый, если был бы человеком? Ну, мы уже с вами видели, это был слепой чувак. А у этого чувака вообще нет глаз. Он что, слендер? Вначале он был пацаном, потом стал грином, а потом превратился в слендермена. О, это ведь мы новые сердечки. Я правильно понимаю? Ну, за такой лайкосик вам точно нужно поставить. О-о-о-о! Если бы он выглядел как маленькая ящерка Оренш, то это было бы намного милее. Это была бы самая милая игра и вовсе не страшная. Вас бы там ожидали только одуванчики и цветочки. Что это такое? Они гуглят все про себя. О, боже! Толстый блю. Он такой, срочно удалить, переключить. О, скин в Майнкрафте. Они такие, вау, ничего себе. Он стал квадратом! Он подорвался! Откуда у него шишка? Оренш Рэнбу Фрэнс. Похож на курицу. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так ты был курицей, получается. Они такие, ладно, посмотрим, что там про меня пишут. Неожиданные фотки с вечеринки. Ха-ха-ха-ха. Срочно удалить! Выключить компьютер! Он их всех съел! О май гад! Кто это? Что это за бык вообще? Причем здесь Келевиня? Они съели какого-то быка. Кто это? Это может быть какой-то новый радужный друг? Может быть, это первый радужный друг? Ого! У него рога превратились в крендели. Зачем я вообще это смотрю? Это же выглядит так странно. И все такие, да-да-да, продавайте нам эти курасанчики. Но они даже не подозревают. Как готовятся эти курасаны? Тора, Тора! Он такой, все, наконец-таки я смогу отсюда уйти. Я не могу. Я не грустен. Я ничего не понял из этой анимации. Честно вам скажу. Это самая странная анимация, которую я за сегодня видел. О боже. Что это такое? Это вообще мультик? В чем прикол? Вы забыли про меня? Я здесь. Возьмите меня к себе. Тоже хочу веселиться. Это вы каждый день возвращаетесь со школы, чтобы посмотреть видосики. Это мем про пирата, если что. Доктор Ливси. В общем, здесь нам показывают кучу различных вариаций радужных друзей. Что-то с ними происходит. Почему-то они все темные. Не знаю. Может быть, это какая-то порча. О, амогусы. Амогусов я знаю. Окей. Амогусов я знаю. О, Хагиваги. Это мы с вами тоже знаем. Это нам знакомо. Соник. Так, тоже неплохо. Хм. Может быть, они вдохновлялись соником. Это у нас Five Nights at Freddy's. И опять они превращаются во что-то непонятное. Контурное. Опа, там чувак у Грина в руках. Откуда он там вообще взялся? Опыт Blue. Я на секунду представил, что это прыщи. И они просто давили на них. Что у него такие длинные руки? Теперь я буду на вас нажимать. Вам приятно, да? Вам это нравится? Нет, вам не нравится. А что свои нюни-то тут вы сопли пускаете, а? О, а это, видимо, его клон из прошлого. Его маленькая версия. Короче, забили их прямо в землю. Что он с ним собирается сделать? Я не понимаю. О, он с ним обнимается. Что ж, это очень мило. Что это за козлик? Мне бы капхеда немного. Откуда она взяла морковку? Я ничего не понял, но было очень интересно. Блю и рыбка. Большая, не маленькая. Итак. О, он кормит Грина. Ну, кто-то же должен всех кормить. Правильно? Вот такая вот бесконечная зацикленная милая анимация. Такие, знаете, расслабляющие видосики. Это розовый радужный друг. Такого я еще не видел. Похоже на Кисси Мисси из Coffee Play Time. Песенки я, конечно, люблю, но явно не такие. Если бы это исполнил Эминем... Как это собирает так много просмотров? Ну что ж, ребята, на этом мой ролик подходит к концу. Большое вам спасибо, что вы досмотрели его до конца. Обязательно поставьте свой лайк под этим роликом. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!